Как известно, американский президент Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией. Ну, помимо БАДов, таких как витамин Д, цинк и мелатонин, его лечение включало гормон дексаметазон, противовирусное лекарство РМД-севир, а также экспериментальное средство, представляющее собой своеобразный коктейль из моноклональных антител. Здравствуйте, меня зовут Алмаз Шарман, я являюсь профессором медицины. Я проанализировал курс лечения президента Трампа и пришел к следующим выводам. Но касательно БАДов, не совсем понятно, принимает ли их президент для лечения COVID-19 или с другой целью. Известно, что мелатонин улучшает сон. Касательно цинка и витамина Д, хотя считается, что они усиливают иммунную защиту, пока нет убедительных научных данных об их эффективности у пациентов с COVID-19. Весьма надежная доказательная научная база об эффективности имеется в отношении дексаметазона. Исследователи из Оксфордского университета показали, что данный недорогой гормональный препарат, снимающий воспаление, значительно уменьшает риск смерти у больных с COVID-19, нуждающихся в кислородной терапии. О противовирусном лекарстве Ремдосевире я рассказывал в предыдущих передачах. Он блокирует размножение вируса и ранее его успешно применяли во время эпидемии эболы. Ремдосевир заметно ускорял скорость выздоровления больных с умеренной и тяжелой формой течения COVID-19. Пожалуй, наибольший интерес представляет лечение с помощью иммунных молекул антител. Считается, что правильно подобрав антитела, можно бороться с вирусом так же, как если бы у вас развился иммунитет против него. Пока это экспериментальное лечение, и на него медики возлагают особые надежды. Защитные свойства антител впервые были установлены германскими учеными в 1890 году. Они использовали сыворотку крови экспериментальных животных, переболевших дифтерией и столбником, ведя ее здоровым животным, которые благодаря этому приобрели защиту от указанных смертоносных инфекций. Сыворотку крови переболевших пациентов иногда пытаются использовать на здоровых людях в целях их лечения и защиты от инфекций. Однако часто это сопряжено с осложнениями из-за того, что помимо антител, сыворотка крови содержит другие белки, которые могут вызывать опасные побочные реакции. В связи с этим перед учеными всегда стояла задача максимальной очистки сыворотки с тем, чтобы можно было использовать исключительно антитела. Поскольку антитела в организме производятся иммунными клетками, называемыми лимфоцитами, лимфоцитами. Оптимальным является клонирование лимфоцитов с тем, чтобы они могли вырабатывать огромное количество антител, исключительно направленных против конкретного вируса. Но такая технология была создана в 1970-х годах германским биологом Джорджем Коллером и аргентинским биологом Цезарем Милштейном. Они в то время вместе работали в Кембриджском университете и получили за свое открытие Нобелевскую премию. Смысл их открытия заключается в том, что они сумели объединить иммунную клетку, вырабатывающую антитела, с быстро растущей раковой клеткой. Полученная таким образом химера помогла в огромных количествах производить антитела, которые называют моноклональными. Но мне часто приходилось использовать моноклональные антитела в своих научных исследованиях в области иммунологии. Они действительно облегчают процесс научных изысканий. Моноклональные антитела получили огромные практические применения в медицине. Сегодня их широко используют для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Тем не менее, моноклональные антитела редко применяют для лечения инфекционных болезней. Но этим вопросом заинтересовалась компания Regeneron Pharmaceuticals, расположенная вблизи Нью-Йорка. Поскольку эта компания много лет занимается производством моноклональных антител в промышленных масштабах, ими была поставлена задача выработки достаточного количества молекул для применения у больных с COVID-19. Завод по производству моноклональных антител против коронавируса выглядит как технологическая цепь из огромных биореакторов вместимостью в десятки тонн. Они содержат питательные растворы, необходимые для роста клонов иммунных клеток. Для очистки нужных антител используются специальные фильтры и огромные центрифуги. В результате получают очищенный концентрат моноклональных антител, готовых к применению. Их и использовали для лечения президента Трампа. Но о том, насколько эффективно такое лечение, мы, пожалуй, узнаем из официальных источников. С вами был Алмаз Шарман. Всего вам доброго и до следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!